МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Снежная Республика уже радует своим преображением. Новогодние иллюминации, яркие огоньки, красавицы-елки. Вот оно, ощущение волшебного праздника. Хотя выходные еще не скоро, рабочая неделя вовсю кипит. Так что будем заряжаться позитивом. Узнаем, что ждет нас в ближайшее время. Питерский андеграунд. Персональная выставка Тимура Новикова. Обман в интернете. Как не попасться в лапы мошенников? Сегодня, 22 декабря, праздник тех, для которых производство энергии является градообразующей отраслью. Поздравляем всех энергетиков. А еще сегодня день российского хоккея. Эта командная игра заслуживает огромного уважения. Особенно игроки, которые все вместе умеют побеждать. Поздравляем всех, кто любит этот вид спорта. А мы идем дальше. Поход в галерею – это как настоящий праздник. Особенно, если можно лицезреть работы, которые очень близки тебе по духу. Так вот, совсем недавно в Национальной галерее открылась персональная выставка одного из самых известных российских художников конца прошлого столетия. Лидера питерского андеграунда Тимура Новикова. Конечно, студия 11 не смогла пропустить это событие. Тимура Новикова называют главным, самым влиятельным персонажем постперестроечной культуры Ленинграда. Все начинается со скандала в 1982-м в ДК имени Кирова, где Новиков и Иван Сотников выставляют фанерный щит с дырой, ноль объект, дав старт художественной революции 80-х. В пику советскому официозу создается новое искусство, новая музыка, новый театр, новая мода и новое кино. Возникает живая авангардная культура, искусство как жизнестроение, а жизнь как художественный процесс. Помните фильм «Асса» Сергея Соловьева 87-го года? Среди тех, кто оформляет эту картину, Тимур и его команда. Новые художники буквально наполняют кино своими произведениями, переносят подпольное искусство на экраны страны. Интерьер комнаты «Бананана» полностью перевезен в Ялту из питерской мастерской художника Сергея Бугаева «Африки», который сыграл в фильме главную роль. И само название тоже не случайно. «Асса» – это известная галерея Тимура Новикова и одно из самых любимых междометий новых художников. «Перемен, мы ждем перемен», поет Виктор Цой в финале фильма. В объединение новой художники Тимура Новикова входят и музыканты, группы кино и поп-механика Сергея Курехина. Новиков оформляет для них концерты, шоу, альбомы и даже изобретает музыкальные инструменты, например, утюгон. Дело в том, что сам инструмент по себе достаточно отличается немного. Это первый советский синтезатор. Оригинальный. Оригинальный. Искусство ли это, спорят зрители во время эфира программы «Музыкальный ринг» в 1987-м. «Искусство ли это», спрашивают сегодня посетители национальной галереи Коми в Сыктывкаре, где выставлены работы Тимура Новикова. И хотя сам художник говорил, что его картины понятны и минималистичны, все-таки без предварительной интеллектуальной подготовки не обойтись. Из 80-й здесь знаменитые горизонты. Когда Новиков шивает два плотна, шов – это и есть горизонт. И помещает небольшой знак – предмет. Солнце, корабль или, как на этой работе без названия, дом. Если смотреть внимательно, то в этой серии Новиков использовал самые дешевые ткани, которые доступны были любому тогда живущему человеку. К сожалению, так как он был непрофессиональный художник, на какие-то профессиональные материалы, у него не было просто денег и возможности их купить, поэтому он использовал все, что было под рукой. А также это очень удобно в транспортировке, организовать выставки по всему миру, как он мечтал. Просто взял, сложил такое полотно и поехал туда, тебя позвали. Считается, что серия «Горизонты» навеяна детскими воспоминаниями художника, когда три года он, коренной ленинградец, вместе с мамой жил на Новой Земле, архипелаге в Северном Ледовитом океане. Бескрайние пространства земли и неба сливаются на линии горизонта. И единственное, что меняет картинку – предмет. Так рождается теория перекомпозиции Тимура Новикова. В 90-е он поворачивает в другую сторону. Во время поездки за границу замечает, что современное искусство вытесняет красоту. Основанное художником Новой Академии Изящных Искусств, провозглашает возрождение классических традиций. Движение получает название «неоакадемизм». На дорогих тканях, бархате и шелке появляются медальоны с репродукциями картин прошлого, фотографиями классической скульптуры, портретами, вышивками. Или вот серия «Утраченные идеалы счастливого детства». Тимур Новиков фотографировал памятники пионерам и осмыслял их как высокие античные скульптуры и своего рода такая советская неоклассика. Здесь у нас уже представлены различные каталоги художника и статьи о нем. В начале 90-х Тимур Новиков становится по-настоящему известным художником. Его приглашают в галереи Европы и Америки. Он получает стипендии и живет в Нью-Йорке, Амстердаме, Берлине, Париже. Как потом напишут исследователи, в результате своей невероятной активности Новиков формирует музейный и рыночный имидж петербургского искусства для заграницы, делает его инвестиционно привлекательным. Сейчас работы Тимура Новикова можно увидеть в Национальной галерее Коми. Совсем скоро Новый год, и я уверена, каждый из вас хочет удивить своих родных подарками. И многие заказывают их в интернет-магазинах. А вот как не попасться в лапы мошенников, мы поговорим об этом с нашим гостем. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас многие покупают подарки в интернет-магазинах, в соцсетях. Как распознать мошенников? Всегда нужно смотреть на стоимость товара. Порой за крайне низкой ценой стоит определенный подвох. Необходимо рационально оценивать, почему тот или иной продавец предоставляет вам товар по низкой стоимости. Второе. Необходимо смотреть отзывы на различных сайтах о виртуальном продавце, либо интернет-магазине. Как правило, вы всегда наткнетесь на отрицательные отзывы, либо их отсутствие. Также следует остерегаться предоплат. Магазины с хорошей репутацией работают без предоплат. Доставку доставляет курьер. И после чего покупатель может осмотреть товар и его приобрести. И, конечно же, если вы выбрали интернет-сайт, выбрали товар и удостоверились в том, что он добросовестный, и все же решили заказать данный товар, то не стоит сообщать реквизиты банковской карты, а именно трехзаначный проверочный код, находящийся на оборотной стороне банковской карты, а также срок действия вашей банковской карты продавцу. Достаточно узнать у продавца реквизиты платежные и осуществить платеж самостоятельно. Вот есть... Если мы говорим в соцсетях, то могут там быть и незнакомые людям магазины. А если вот мы говорим про брендовые, например, магазины, которые достаточно известны, или говорим про авиаперелеты, многие люди заказывают, да, сейчас как раз новогодние праздники, кто-то полетит. И вот я недавно узнала о том, что существуют сайты-дублеры. Да. Да, вот что это такое, и как там можно... Что там мошенники делать смогут? Сайт-дублер — это сайт, который внешне на 99% схож с оригинальным сайтом. Отличие сайта-дублера от оригинального сайта минимальное. Это одна или две буквы в доменном имени. Доменное имя — это имя, указанное в адресной строке. Именно поэтому необходимо внимательно смотреть доменное имя, сравнить его. Также можно зайти, скопировать это доменное имя и зайти с других браузеров. Также следует отметить, что необходимо смотреть на телефоны, указанные на сайте. Можно позвонить по данному телефону. И, конечно, платежные реквизиты. Банковский счет должен был быть открыт на организацию, либо на индивидуального предпринимателя. И когда также вы заходите на сайт, в адресной строке вы можете увидеть значочек «замочка». Данный значок подразумевает, что этот сайт оригинален и защищен от вируса. То есть, в принципе, по этому значочку мы можем понять, что он официальный сайт. А какие новые схемы еще у мошенников есть? Арсенал мошеннических действий пополнится новой технологией, новым инструментом. Технологией подмены номера. Мошенники подменяют номер телефона, например, дежурной части МВД или ФСБ. Звонят гражданину и под версией того, что происходит несанкционирование списания с банковской карты, они получают информацию от гражданина о реквизитах банковской карты и тем самым в последующем осуществляют мошеннические действия. То есть, если вдруг поступил такой звонок, что в этом случае делать? Не отвечайте на данный звонок, либо бросьте трубку телефона и перезвоните именно непосредственно, например, на телефон, который вы найдете в интернете. Юля, какие еще советы можете дать нашим телезрителям? Ну, наверное, сохраняйте в конфиденциальности всю информацию о банковских картах. Это что касается мошеннических действий, дистанционных. Ну и, наверное, сказала бы правилам Мурона Баффета, берегите свои деньги, это первое правило. А второе правило, никогда не забывайте о первом правиле. Юля, спасибо вам большое за ваши полезные советы. Надеюсь, наш Новый год, друзья, пройдет без происшествий. И с наступающим Новым годом! Благодарю, спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим мастер-класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время летит с огромной скоростью. Вроде бы лето недавно было, а уже рождественские дни. Также и с нашей программой закончилась первая ее часть. Впереди много всего интересного. А пока мы возьмем небольшую паузу. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это студия 11, источник добра и позитива. Мы готовим для вас только полезную и необычную информацию. Узнаем, что ждет нас в ближайшие 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бокс и сила духа наши спортсмены вернулись с чемпионата России по боксу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня сложно поверить, что раньше для переключения телевизионных каналов требовались пассатижи и плоскогубцы. Изобретение пульта значительно облегчило нам жизнь. А прямо сейчас мы стоим у порога новых изменений, связанных с домашним развлечением. Гаджеты с голосовым помощником. Стоит только сказать, и вуаля, уже вы смотрите свой любимый фильм. А как это работает, прямо сейчас и узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марусь, расскажи анекдот. Что делаешь? Схожу с ума. Подожди, я схожу с тобой. Это умная, с чувством юмора, правда, специфичным, тем не менее, колонка-капсула с голосовой помощницей Маруся. Она умеет отвечать на вопросы, выполняет команды, с ней интересно, можно даже поиграть. А с недавних пор она еще и киноман, то есть предоставляет доступ к сервису ВИНГ. Что это за сервис? ВИНГ – это специализированное приложение. Его разработала компания Ростелеком. Оно предназначено для просмотра телевизионных каналов, фильмов и сериалов. Представьте ситуацию. Все события выдуманы, совпадения случайны. Вы приходите домой после тяжелого рабочего дня. Сил хватает только на то, чтобы снять с себя обувь и лечь на диван. Морозь, включи ВИНГ. ВИНГ запущен. Попросите меня о чем-нибудь, например, включи сериал «Игра престолов». Давай. Морозь, включи сериал «Игра престолов». Включаю «Игра престолов». Отлично. Добро пожаловать в мир сериальчиков. Давай посмотрим телевизор. Включи канал «Охота и рыбалка». Ну, например. Включаю «Охота и рыбалка». Вкусные рецепты охотников. Отлично. Давай что-нибудь на английском языке. Морося, включи «Animal Planet». Самое прикольное, шесть микрофонов у колонки позволяют уловить звук, даже если вы находитесь в соседней комнате. И если ваш уровень английского языка, допустим, на уровне «London is the capital of Great Britain». Как видите, все получилось. Перед тем, как начать пользоваться голосовым поиском ВИНГ, нужно установить голосовой помощник на телефон. Активировать управление. Делается это просто. Несколько этапов через меню настроек. После того, как вам придет шестизначный код, нужно произнести волшебное слово «Сезам, откройся». Далее произносим код и пользуемся голосовым управлением. Маруся, активируй «ВИНГ». 201-862. Отлично, вы успешно авторизовались в профиле «ВИНГ». Что еще умеет делать Маруся? Давайте проверим. Маруся, переключи канал. Дисней! Так, Маруся, включи звук у телевизора. Я включаю звук. Маруся, сделай звук у телевизора громче. Установила звук погромче. Маруся, выключи звук у телевизора. Я выключаю звук. Марусь, побудь котиком. Главное преимущество – такой тандем уникален. С сервисом «ВИНГ» сотрудничает только капсула и Маруся. На этом все. Марусь, выключи «ВИНГ». Я выключаю «ВИНГ». Поговорить с сильным собеседником всегда приятно. Особенно, если вы понимаете друг друга с полуслова. Хорошего вам дня или вечера. Ну, а я, пожалуй, что-нибудь посмотрю. Марусь, включи «ВИНГ». «ВИНГ» запущен. Попросите меня о чем-нибудь. Например, включи фильм «Терминатор». Нет. Марусь, включи фильм «Красотка». Включаю «Красотка». Да, Марусь, и включи звук у телевизора. Я включаю звук. Уй, мисс Киев. Ты становишься за омоле. Два спортсмена из Коми вошли в десятку лучших на чемпионате России по боксу. Битва проходила в Оренбурге. На ринге попывало более 300 спортсменов со всех регионов нашей страны. Этот чемпионат должен был дать ответ, кто будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в Токио. У нас в гостях тренер по боксу Анатолий Нефедов и мастер спорта по боксу, член спортивной сборной команды России Дауд Алаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, Анатолий, к вам. Расскажите, как вообще у вас проходила подготовка к чемпионату в таком режиме самоизоляции? Как у вас все? Ну, подготовка, конечно, проходила не на высшем уровне. Во-первых, пандемия дала свое значение. Мы были изолированы полностью. У нас закрыли зал с 1 апреля. И мы на самоизоляции занимались отдельно в домашних условиях. Занимались мы и готовились со своим спортсменом в гараже у себя. Пришлось убрать машину и сделать временный спортивный зал. Вот в этих условиях мы и занимались. Полностью готовились. Держал на лапах снаряды, силовая подготовка. Спарринг-партнеров у нас не было. Был я спарринг-партнером. Поэтому зал нам открыли только 20 августа. Стали мы готовиться к чемпионату. Официально открыли с 1 сентября. Так что мы еще и не знали, будет у нас Россия, не будет. На сборы у нас, хотя мы были в сборной России, не вызывали. Я летел как раз с командой тренеров. Задал вопросу второму тренеру сборной России. Он сказал, ну, в таких условиях мы вызывали только первых номеров. Первые, вторые были вызваны на сборы. А вот, которые были в резерве, как Даут Алаев, мы не вызывали из-за пандемии. Ну, объясню. Но... Но, тем не менее, Даут молодец. Но, тем не менее, конечно, он попался сразу же. В первом бою он попался с мастером спорта с Ульяновска. А Ульяновск у нас относится к ПФО. А ПФО у нас сейчас первое место в командном. Что значит ПФО? ПФО – это Привозский федеральный округ. Он занимает уже второе место на Кубке России среди всех команд, всех регионов. Сильная команда. Там каждый мальчик сидит в сборной команде России. Поэтому этот мальчик, с которым он первый бой делал, он тоже бывший призер России. И он тоже член сборной команды. И Даут с ним хорошо расправился, хорошо отбоксировал, выиграл. Была убедительная победа. Второй бой у него был с мальчиком, с чемпионом сборной, с чемпионом России. Бой, я считаю, Даут не проиграл, выиграл. Многие пенера ко мне подходили, поздравляли с победой. Но судейская коллегия решает по-своему. Поэтому… Ну, я думаю, Даут, наверное, самое главное, что твой тренер считает, что ты победил. Да? Я думаю, это… Ну, конечно, тренер… Ну, самое главное, что это тренер доволен. Но есть ошибки, над которыми мы сейчас будем работать. Пока я сейчас чуть восстанавливаюсь. И скоро, я думаю, уже начнем тренироваться и работать над ошибками. Какие планы у тебя вообще в целом на будущее в дальнейшем? Сейчас, конечно, уже в следующем году, наверное, начну боксировать. Я хочу… Мы уже с тренером говорили на эту тему. Буду боксировать на профи ринге и буду на любительском… Ну, выступать на любительском ринге. Потому что сейчас можно там и там боксировать. Так что, думаю, уже в следующем году начну боксировать по персоналам тоже. Я знаю, что вы, Даут, ездили не один. Сколько у вас спортсменов выезжало? Нас выезжало на соревнования три спортсмена. Были должны ехать четыре. Один заболел, Ринат Софиуллин, Сусинска. А так Сухты, парень Аркадий Применченко. И еще у Сусинска Андрей Заровный тоже боксировал. Он, к сожалению, получил в первом раунде травму, но добоксировал достойно все три раунда. Получил травму и дальше продолжал? Да, у него перелом ребра был. Он все равно добоксировал. Да, молодец. Ну, бойцовское качество. Бойцовское качество, это точно. Вы, наверное, поддерживаете друг друга? Конечно, все болеем друг за друга. Даже вот такой случай был перед соревнованием, перед чемпионатом. Как раз у Пельменченко не хватало спаррингов, партнеров. Он позвонил мне, сказал, можно привезти Аркашу, чтобы он поработал с Даудом. Еще пару бойцов у нас там сильные есть. Я говорю, конечно. Даже в этом мы друг друга поддерживаем. Да, это точно. Это самое главное. Самое главное поддержка. Спасибо вам большое, что вы пришли в гости. Я желаю, Дауд, тебе огромных успехов. Ты обязательно станешь чемпионом и победителем. Вам спасибо, Анатолий, за то, что воспитываете таких спортсменов. И с наступающим Новым годом. Спасибо. С раннего детства нас учат. Нужно любить книги. Кто много читает, тот умный. Да, в век информационных технологий мы получаем информацию из разных источников. Но тем не менее, книги стоят на первом месте. А вот детские книги – это особый мир, полный открытий и волшебства. Какие же книги лучше подбирать для малыша? Узнаем в следующем сюжете. Знакомить детей с книгами уже можно с совсем раннего возраста, даже с нескольких месяцев. Сегодня я поделюсь с вами книги для совсем маленьких малышей. Первая книга – издательство «Клевер». Эта книга называется «Пожарная часть». Интересна она тем, что она из серии «Тяни, толкай, крути, читай». То есть деткам не только интересно смотреть на рисунок и историю, которые происходят в книге, но и на интерактивный формат ее. И у нас становится, включается сирена. Или, например, пожарно спускается. Машина, которая спешит на вызов. Или, например, лестница, которая поднимается, чтобы спасти из пожара. Из этой же серии я рекомендую книгу «Настройки». Можно поднять башенный кран или строителей. Или, например, разрушить дом. Помешать цемент, бетономешалке. Или поднять груз на верхний этаж. Также подойдут для малышей книги небольшого формата с очень плотными страницами. И, как пример, моя первая книга на ферме. И рассказывается о животных. Также для детей чуть-чуть постарше подойдут книги с окошками. Например, книга из серии «Маленькие исследователи» про транспорт. Здесь открываются окошки и рассказываются интересные факты или истории. Также такие книги подойдут для детей, которые не любят читать, не любят чтение. Они также помогут им привить любовь к этому чтению через такой интерактивный формат. Открываются окошки. И разные можно обыгрывать ситуации. Также из книг с окошками рекомендую вам створки для самых маленьких. И в качестве примера я взяла дикие животные. Здесь можно открыть, посмотреть. Или, например, узнать, какие еще животные живут в Африке. Или какие животных знаешь ты. Еще я также хочу рассказать о книге для малышей и их родителей. Это книги, которые помогут деткам быстрее уснуть. Слоня, на которых хочет уснуть. Чем интересна эта книга? В ней разным форматом выделены слова, где необходимо либо читать медленнее, либо быстрее, тише или громче. И считается, что такие книги помогут быстрее заснуть вашим малышам. Так что очень рекомендую. Друзья, на такой прекрасной ноте наш выпуск завершается. Я желаю вам отлично провести этот вторник, не поддаваться плохому настроению, а всегда улыбаться. С вами была позитивная программа «Студия 11». Пока, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин